Дорогу в школу ребят, которые живут на улице Кавалерийской, безопасной, не назовешь. Территория между домами небольшая, но поток машин внушительный. Минуты не проходят, чтобы авто не проехало. Вот школьникам и приходится делить с машинами приоритет. Зимой и сейчас плохо очень проходить. Дети идут в школу с утра. Властное движение машин. В одну сторону, в другую. И дети идут по проезжей части. Машин-то много здесь? Машин очень много. Проблема стала актуальной года четыре назад, когда во дворе появился хороший асфальт. Машины начали гонять чаще, объезжая пробки у областной больницы. Водители ведут себя по-хамски. Пешеходам сигналят, дорогу не уступают. Я смотрю в окно с девятого этажа, и вы знаете здесь, что творится? Машина с машиной. Одна сюда, одна сюда. Дети столпились и не знают, куда им идти. Понимаете? Здесь машины стоят, здесь машины. И куда им деваться? Вот чего. Я переживаю за детей. Как бы не было здесь, ну, как бы не могли, как бы не сбить ребенка. Местных бы устроил знак, запрещающий сквозное движение или тротуар. Но это мечта из ряда фантастических. Слишком узкая дорога. К слову, кирпич выше по улице был. Так отвечают и в ГИБДД. Но его убрали. И теперь на запросы жителей госавтоинспекция отвечает отказом. Был здесь, стоял знак. Вот там вот, вот по этой улице, ближе к общежитию. Вот в общежитии стоял знак. Кирпич стоял. Здесь такого движения не было. Машины шли одной стороной. А не так, чтобы двустороннее движение было. Ну, теперь убрали этот знак. Теперь не знаю, что творится здесь. Непонятно, что. Года четыре уже творится вот это безобразие. В ответ на наше обращение в мэрии изучили кадастровый план территории и ответили. Участок между домами принадлежит самим жителям. Чтобы поток машин сократить, собственники могут организовать собрание и установить блок в проулке, чтобы транспорт не мог проехать физически. Но тогда и скорость пожарной в случае ЧП не дождешься. Или установить лежачий полицейский хоть на каждом метре. Закон позволяет. Но за собственный счет. Мария Смирнова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.